Когда мы в последний раз признавались себе, что жизнь прекрасна и удивительна? Наверняка давно. Порой мы так увлечены своими заботами и делами, что не можем остановиться, посмотреть вокруг и насладиться тем, что нас окружает. Меня зовут Жанна, у меня есть лучшая подруга. Мы постараемся объединить все то, что может сделать нас еще точку счастливее и свободнее. Мы поговорим о том, что волнует каждого из нас. Спросим, советую специалистов, побываем в интересных местах, но мы, конечно, поговорим с интересными людьми. Одним словом, мы постараемся создать хорошее настроение и верить к позитивам. Ну что, моя дорогая, мы с тобой в ресторане Панорама. Наши добрые друзья предоставили нам кухню, о, вкуснота какая, чтобы мы здесь с тобой готовили, потому что после последних твоих экспериментов на моей кухне не пришлось делать ремонт. У нас с тобой скоро что? Масленица. Правильно, это значит, будем готовить блины. И я сейчас себе раскрою секрет своих блинов. Тоненьких, красивых, кружевных и главных. Вкуснейших. Ну а для приготовления любых блинов самое главное что? Да, красивый фартов. Но на самом деле нужно основательно подходить к выбору продукции, из которой ты будешь готовить. Поэтому сегодня мы с тобой будем готовить из продуктов от ЗАО Калининская. Основа любых блинов это что? Правильно, молоко. Ну а так как ты больше любишь кефир, поэтому ты будешь готовить на кефире. Держи. Хочу обратить твое внимание на новинку от ЗАО Калининская. Это сливочное масло. Вкуснейшее, нежнейшее. Его, кстати, можно приобрести в сети магазинов «Универсал», «Кредо», «Таисия» и «Фрут». Приехали. Для начала нам нужно с собой парочку. Разбиваем яйца. Щепотка соли. Две столовые ложки сахара. Ну а вот сейчас добавляем молоко. Я тебе как заправский повар могу сказать, для приготовления блинов нужно сначала смешать жидкие ингредиенты, потом сухие. Обязательно муку нужно просеять, чтобы она наполнилась кислородом и чтобы блины были воздушные. Остается все перемешать. Одну треть. И хочешь лайфхак от Жанны? Если ты задумала кружевные блины, нужен будет стакан кипятка. Ну вот, кстати, кипяток можно добавлять и в том случае, как ты, если готовишь на кефире. Коко, тоже хорошо. Ну что, настолько вкусно, что ты их просто так ешь. Да подожди, мы сейчас с тобой начинку сделаем. Будет еще вкуснее. Ну, мы же для себя делаем. Да, да, да. Красиво. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!